Здравствуйте, мои друзья! Надеюсь, у вас все хорошо. Сегодня я вам представляю очередную фразу из нашего нового плейлиста «Как сказать по-французски». Итак, как сказать по-французски «Мне это позволит», «Мне это позволит», либо «Мне это позволяет», ну и дальше отталкиваться от контекста. Одна из самых распространенных французских фраз, где мы ее с вами используем. Зачастую на вопрос «Почему?» или «Зачем?», «Почему ты это делаешь?», «Зачем вы это делаете?», «С какой целью вы это делаете?» и так далее. Мы кидаемся сразу отвечать parce que, либо же pour, потому что, либо для того чтобы. Но сами французы зачастую будут отвечать «Потому что это мне позволит то-то, то-то, то-то». Например, у вас спрашивают, зачем вы ищете новую работу? Как мы начинаем отвечать? «Я ищу новую работу, потому что я и дальше там начинаем что-то городить». Не буду так делать французы. Французы скажут «Потому что?». Это мне позволит. Что мне позволит? Повысить уровень жизни, зарабатывать деньги и так далее, и так далее. Так вот, сама фраза, которую мы заучиваем, она стандартная, подходит для множества ситуаций и выглядит она следующим образом. Во-первых, мы здесь будем с вами использовать глагол permettre. Позволять, разрешать. Управляется эта фраза двумя предлогами. Permettre à quelqu'un de faire quelque chose. Так как мы будем говорить «Нам это позволит что-то сделать», значит, мы будем использовать с вами предлог de. И получается, фраза звучит так. «Sa me permet». «Sa» вы можете заменить на «ce la», если вам надо сделать фразу более академической, более классической. «Sa me permet». В будущем «Sa me permettra». «Sa me permettra». «Sa me permettra». Ставим de и присоединяем. После предлога de не забывайте всегда только инфинитив. Поэтому прибавляем «Что вам это позволит? Что вам позволит это сделать?» Вот это что сделать, это действие мы с вами прибавим в инфинитиве после предлога de. Почему ты путешествуешь так часто? В значении слова «так» здесь используется частица «si» как усиление. «Sa me permet de découvrir de nouvelles villas», «de nouveaux pays». «Sa me permet de faire connaissance». «Sa me permet de me reposer». «Sa me permet de passer le temps avec ma famille». Также эту фразу мы можем с вами использовать в будущем времени. То есть, когда вы не сейчас что-то делаете, а когда вы будете делать что-то в будущем, и вам это в будущем что-то позволит. «Пар экзампель». «J'irai à Paris dans une semaine». «Sa me permettra de voir la Tour Eiffel». «Sa me permet de rendre visite à mes amis». Или, например, следующий вопрос. «Pourquoi vous cherchez du travail?» «Пourquoi vous cherchez du travail?» «Почему вы ищите работу?» И вот, смотрите, еще один прием. «Sa» мы можем заменить на то, что нам это позволит. То есть, я могу сказать «Je cherche du travail parce que ça me permettra». Либо я могу сказать «le travail me permettra». Без предыдущего предисловия. «Le travail me permettra de gagner de l'argent». «Le travail me permettra de mettre mes connaissances en pratique». Эти фразы мы можем с вами использовать в любых ситуациях. Ну, например, «Пourquoi tu prends le vélo pour aller au travail?» «Пourquoi tu prends le vélo pour aller au travail?» «Пасque ça me permet d'être en bonne forme, d'être en bonne santé». «Egalement, ça me permet d'économiser de l'argent». «E ça me permet de faire du sport». А теперь я предлагаю вам в комментариях к этому видео ответить мне на вопрос «Pourquoi vous apprenez le français?» «Pourquoi vous voulez parler français?» «Pourquoi vous prenez le cours de français?» Пишите ваши ответы в комментариях и используя, обязательно используя фразу «same permet» либо же «same permettra» в зависимости от вашей ситуации. Также не забывайте ставить лайки. Надеюсь, разбор этой фразы был вам полезен. Ну, а мы с вами увидимся в следующих видео. Всем пока-пока!